На временно оккупированных территориях усиливаются репрессии. Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма и теракта на Крымском мосту в 2023 году. В Запорожской области регулярно сообщают о задержаниях, как пишут россияне, ждунов. Десятки фейковых дел заводят на украинцев в оккупированных городах. Людей похищают из домов, закрывают в тюрьмах на десятилетия, обвиняют в шпионаже за посты в соцсетях. Лицом в пол жители оккупированной части Запорожской области задержали спецслужбы РФ за якобы сбор данных расположения российских войск. Задержаны ФСБ и двое жителей Мариуполя, подозреваемых якобы в публичном оправдании терроризма и в организации терактов на Крымском мосту. Путинские спецслужбы обвиняют украинцев в том, что они опубликовали в соцсетях посты в поддержку Украины с одобрением российских потерь. 12 марта по статье «Шпионаж» был задержан еще один житель Мариуполя. Мужчина якобы следил за Росгвардией и, по мнению оккупационных властей, планировал теракт. Любое, даже, ну, скажем, с точки зрения опасности, не опасное сопротивление, как неприятие в соцсетях, какие-то публичные заявления или просто нелояльность по отношению к ним, с тем, чтобы на конкретных примерах, расправах показать, что вот только покорность и, собственно говоря, исполнение какого-то похвального гимна в сторону России может приниматься как лояльная политика пребывания на этой территории. Аналитики отмечают, репрессии на оккупированных территориях усилились перед президентскими выборами в России. Пытались еще сильнее заглушить проукраинские настроения, обезопасить ход голосования и провести проверку среди тех, кто получил или отказался от российского паспорта. К примеру, 1 марта ФСБшники задержали жителей оккупированной Луганщины с украинскими паспортами. Обвинение типичное для российской спецуры. Якобы мужчина вел шпионскую деятельность в пользу службы безопасности Украины. 5 марта трех мелитопольцев, среди которых сотрудник ДСНС Украины и двоих пенсионеров МВД показательно приговорили за фейковые дела к 11 и более годам тюрьмы. Подробности обвинения не разглашались, судебный процесс проходил в закрытом режиме. Всех троих мужчин россияне похитили из дома в оккупированном Мелитополе еще в апреле 22 года и заставили признаться в шпионаже. На камеру в очередной раз зачитывается ФСБшная методичка. Передавал данные о расположении российской техники. Мужчины продолжают открыто заявлять. Хранят верность Украине и ждут возможности обмена. Я принимал присягу на верность Украине и украинскому народу. Так и остался верен ей. С первого дня независимо от Украины принял присягу и на верность. Мне за сих пор служил до момента задержания. Препятствование проведению так называемой СВО или участия в так называемых террористических организациях квалифицируется российским режимом как криминальная ответственность. И люди получают огромные сроки. 17 и больше 20 лет и пожизненное заключение присуждают. На вопрос об отмене, во-первых, гражданских не меняют. Гражданских передают по практике, которая на сегодняшний день сложилась. Я могу сказать, что за все время при помощи координационного штаба было передано, ну это официально, и они точно так же подтверждают эти данные, приблизительно 160 гражданских. К тому списку более 3,5 тысяч военнопленных, которые были переданы в рамках обменов, гражданские не входят в число тех, кого меняют, их просто как бы дополняют к списку военнопленных, и они передаются частично небольшими группами. Вот 12 человек было в феврале месяце передано Украине гражданских, которые были точно так же осуждены. Усиливается сейчас определенная истерия в поиске разных агентов, шпионов, ждунов, как они называют. А на самом деле обычных граждан, которые с разных причин не могут покинуть свою малую родину, или из-за состояния здоровья, или из-за поддержки своих родных преклонного возраста. Политический эксперт Игорь Челенко прогнозирует ухудшение ситуации для населения временно оккупированных территорий Украины. После президентских выборов российский режим полностью откроет свое лицо. В первую очередь в группе риска украинцы, не получившие российский паспорт. Конфетно-букетный период окончился. И сейчас гайки будут закручивать по максимуму. Очевидно, что основной удар будет приходиться по людям, которые до этого периода не получили паспорта российского оккупационного режима. И сегодня уже есть все данные говорить о том, что летом, возможно, даже организация массовой депортации тех граждан, которые не получат российские документы. Но мы же понимаем, что получение российских документов, это, в свою очередь, сегодня риск, дополнительный риск, особенно для лиц мужского пола, которых просто призовут, мобилизируют, так сказать, в оккупационные войска и погонят на фронт. И уже выплывают такие сейчас планы российского агрессора, например, мобилизировать 300 тысяч дополнительно солдат до начала лета. По словам экспертов, тем, кто остался на оккупированных территориях, главное думать о своей безопасности. Украина не вводит ответственность за вынужденное получение российских документов. Больше рисков в таких ситуациях от самой России. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы. Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями.